Ужасающее волшебство. Страшные подробности одной из самых кровавых карательных операций времен Великой Отечественной. К осени 1942 года одним из центров партизанского движения на территории оккупированной Беларуси стал Рассонский район. В сентябре народные мстители захватили райцентр, а уже к октябрю почти полностью очистили его от врага. В ответ на это фашисты решили провести одну из самых бесчеловечных карательных операций, чтобы вернуть себе контроль над территорией и ликвидировать партизанский край. Но их истинные цели оказались куда более страшными. Разведка боем. Первая попытка ликвидации партизанского края была предпринята оккупационными властями в январе 1943-го. Операция получила кодовое название «Заяц-Беляк». В ней были задействованы 201-я охранная дивизия, 8-й полк СС, подразделение 281-й охранной и 391-й учебно-полевой дивизии. Для мирного населения партизанского края она обернулась страшной трагедией. По подсчетам партизан, только с 25 января по 16 февраля в Рассонском районе было уничтожено 260 жилых домов, расстреляно и сожжено заживо 1245 человек, среди которых более 200 детей. Приводит ужасающие цифры заведующий отделом публикации Национального архива Республики Беларусь, кандидат исторических наук Святослав Кулинок. На этом фашисты не остановились. Вскоре они решили показать местным жителям и партизанам, как, по их мнению, выглядит зимнее волшебство. Такое поэтичное название получила одна из самых бесчеловечных карательных операций за всю историю Великой Отечественной. Она стала продолжением акции «Заяц-Беляк». По словам историка, главная особенность зимнего волшебства заключалась в том, что немецкое командование использовало в качестве основной ударной силы не свои подразделения, а латышские полицейские батальоны. Операция затронула четыре граничащих с Латвии района – Дрисинский, Освейский, Рассонский Витебской области и Себежский-Псковской. Географическое положение на стыке границ Латвии, Беларуси и России предопределило важное стратегическое значение этого партизанского края, служившего своеобразным плацдармом для развертывания советского партизанского движения на территории Латгалии. Ее стратегической целью было создание нейтральной зоны в районе белорусско-латвийской границы. Таким образом, должно было быть блокировано распространение деятельности советских партизан на территории Латвии, отмечает Святослав Кулинок. Бандиты и подозрительные подлежали расстрелу. Операция планировалась и проводилась под общим руководством обергруппенфюрера СС Фридриха Екельна. 4 февраля 1943 года он созвал совещание, на котором было принято решение о создании двух оперативных групп под командованием бригаденфюрера СС и генерала-майора полиции Вальтера Шредера и полковника охранной полиции Карла Фридриха Кнехта. Их основу составляли латышские полицейские батальоны. В первую вошли 273-й, 19 офицеров и 417 солдат, 280-й, 29 офицеров и 630 солдат, 281-й, 50 офицеров и 616 солдат, во вторую, 276-й, 19 офицеров и 330 солдат, 277-й, 18 офицеров и 403 солдата, 278-й, 18 офицеров и 403 солдата, 279-й, 20 офицеров и 354 солдата. Первоначально в операции также были задействованы 50-й украинский полицейский батальон, рот ТСС и полиции, армейские артиллерийские и зенитные подразделения, роты связи и авиагруппа особого назначения. Каждой оперативной группе предавались команды полиции безопасности ИСД, которыми руководил начальник полиции безопасности ИСД Остланд, говорит историк. Среди сохранившихся документов есть и приказ обергруппенфюрера СС Фредериха Екельна от 15 февраля 1943 года. В нем были расписаны задачи, обязательные к выполнению. В рамках операции «Зимнее волшебство» полиции безопасности ИСД ставятся следующие задачи. Очистка уже прочесанной области от всех оставшихся бандитов и подозрительных лиц, а также сбор всех сельскохозяйственных и иных продуктов является задачей большой важности и в то же время задачей ИСД. Бандиты и подозрительные принципиально подлежат расстрелу. Все остальные лица, если они пригодны к труду, включая детей, могут быть оставлены по всестороннему согласованию ИСД и военных частей. Компетенцию команд полиции безопасности ИСД входило уничтожение населенных пунктов. При этом приказы о сожжении деревень могли отдавать офицеры уровня командира роты и более высокого ранга. После начала операции «Зимнее волшебство» к ее проведению привлекались новые силы, в том числе спешно сформированный 282-й латышский, 18 офицеров и 460 солдат, и 2-й литовский полицейские батальоны, рота 36-го эстонского полицейского батальона, рота 232-го охранного батальона «Вермахта», 10-й и 20-й взводы моторизированной жандармерии. С нашей стороны отпор карателям давали шесть калининских и шесть белорусских партизанских бригад, а также отдельные отряды Бубина и Нового, латышский отряд Самсона. Силы партизан насчитывали приблизительно 8 тысяч человек, приводит цифра историк. Людей продавали, как скотину. Боевые действия каратели начали 16 февраля 1943 года сразу с трех направлений – Бигасова-Дриса, Латвия. Генеральный комиссар Латвии в рейхскомиссариате Остланд Отто Генрих Дрехслер летом 1943-го писал, что компания разворачивалась следующим образом. Входя в село, вначале не было никакого сопротивления, тотчас расстреливали подозреваемых в партизанской деятельности. Таковыми считались почти все мужчины в возрасте от 16 до 50 лет. Сразу за воинскими частями шло СД, которое действовало приблизительно так. Убивало всех остальных подозреваемых. Стариков и немощных, которые отставали в пути, расстреливали. Остальным, в большинстве женщинам и детям, предстояло пройти так называемую «вторую фильтрацию». Тех, кто не в состоянии были продолжать путь, расстреливали. Деревни грабили и сжигали еще до прибытия хозяйственных команд, занимавшихся доставкой ценностей в безопасное место. Мирные жители прочувствовали на себе волшебство сразу же. Многие из них были убиты уже в первый день карательной операции. Трагическая судьба постигла деревню Росица. Из-за одной ошибки немецкой разведки были зверски уничтожены более 200 человек. Из-за ложной информации о том, что Росица являлась опорным пунктом партизан, группа СД уничтожила 206 крестьян. Кроме того, в течение нескольких дней сюда пригоняли жители окрестных деревень. Некоторых из них отобрали для вывоза в концлагерь. Оставшихся вместе с двумя католическими священниками заживо сожгли. По некоторым сведениям, всего в Росице было уничтожено более 1200 человек, говорит Святослав Куленок. Те, кому удалось выжить, отправились на принудительные работы, в том числе в Латвию. Основная часть людей оказалась в концлагере Саласпилс. Их продавали как скотину. Мужей отделяли от жен, детей отбирали у родителей. Малыши были настолько истощены, что многие из них умирали от голода. Остальные содержались в ужасных условиях. Архивные документы убедительно подтверждают жестокость нацистов и их пособников именно по отношению к мирным жителям. Так, в донесении командира группы Кнехта о результатах третьего этапа операции «Зимнее волшебство» с 6 по 16 марта 1943 года указывалось, что за этот период убито 10 бандитов, ранено 6, лица, преданные ВСД – 764. Захваченное трофейное оружие составляло 18 мин, 1 орудийный лафет, 1 передок артиллерийского орудия, 10 артиллерийских снарядов, 2 винтовки, 1 пистолет. Семилетнюю веру фашистские палачи зарезали ножом. Полуторагодовалого Женю с разбитой головой и вырванными пальцами бросили в огонь, а их маме вырезали груди, изрезали ее всю и после тоже сожгли. Восьмилетнему мальчику из деревни Беляна вырезали пятиконечные звезды на груди и спине и бросили в огонь. Деревня Борисова у семьи Юхневич еще живым взрослым и детям выкрутили руки и головы и бросили их в реку свольно. Были случаи, когда фашисты насаживали малышей на колье изгороди. Вот так проявлялось их бесчеловечное волшебство. Приводит историк страшные факты из акта о зверствах над мирными жителями в Освейском районе в феврале-марте 1943 года. Только в одном Верхнедвинском районе, до войны Освейском и Дрисинском, каратели уничтожили 388 деревень, а жители расстреляли или сожгли живыми. Остальных, это почти 15 тысяч мирных граждан, вывезли в рабство. Так и не восстали из пепла 203 деревни, а тысячи людей, которым чудом удалось выжить, так и не вернулись на родину. Около 70-80 убитых партизан и 10-12 тысяч мирных жителей, 439 сожженных населенных пунктов, отравленные колодцы, залитая кровью 45-километровая полоса мертвой земли. Таким оказался итог зимнего волшебства. На оккупированной территории БССР немцы провели более 170 крупных карательных операций, уничтожив тысячи деревень и замучив сотни тысяч мирных жителей. Зимнее волшебство – лишь одна из них.